На самом деле есть информация, что имбирь обладает неким антивирусным эффектом, но хочу обратить внимание, что как таковая доказательная база такого утверждения на сегодня почти отсутствует. Поэтому в наших условиях не следует есть имбирь ложками, банками и так далее. Вполне возможно, что какая-то польза в этом есть, но повышенное количество любого продукта может привести к отторжению этого продукта. Витамин С. На самом деле витамин С – это уже вопрос, который относится в том числе и к использованию данного простого препарата в условиях интенсивной терапии. Приблизительно последние два года специалисты в области реаниматологии изучают возможность использования витамина С, витамина В1 для пациентов с септическим шоком. Такая постановка вопроса связана с тем, что было одно небольшое исследование из США, показавшее необычно хорошие результаты при такой терапии септического пациента. Но, с другой стороны, последовало более массивное крупное рандомизированное исследование. Первый автор – Фоллер. Исследование включало около 200 пациентов. Доза витамина С в этом исследовании по 1,5 грамма каждые 6 часов. К сожалению, в этом исследовании не удалось подтвердить положительную роль витамина С для терапии пациентов с септическим шоком. Поэтому, скорее всего, эта терапия не является эффективной для ведения критических пациентов в отделение реанимации интенсивной терапии.